Мы говорили о Халутсим, первых евреях, возвратившихся в Израильскую землю. О жизни Теодора Герцеля, который первый продвинул концепцию Израиля как государства, собственным правительством экономической системы. Мы посмотрели на жизнь Елиезера Бен-Ягуды. Человек, который приехал из Европы в Израиль, чтобы первым возродить иврит. Он воскресил иврит для ежедневного употребления. Он понимал связь между ивритом и населением Израиля. Чтобы была возрождена нация, должен был быть возрожден язык. Должен был быть еще один пионер для возрождения государства. Дэвид Бен-Гурион. Также заметьте, что многие люди принимали участие в этом движении. Многие отдавали свои жизни, чтобы помочь Израилю утвердиться. И до сегодняшних дней они отдают свои жизни. Наши молодые юноши должны сражаться в войне, которой никто из нас не хочет. Это недавний выпуск израильской газеты. С фотографиями пяти убитых юношей. Мы пытаемся очистить территории Газы или Азы от терроризма и оружия. И что очень важно, некоторые солдаты в нашей общине знают некоторых из этих погибших юношей. Бывший лидер молодежной группы в моей общине нес флаг на одном из этих похорон. Фотографии, которые расположены ниже, это фото молодых солдатов, после того, как они услышали новость о смерти тех парней. Этот парень здесь верующий. Еще маленьким мальчиком он вместе с мамой посещал нашу общину. Вот насколько маленький Израиль. Вот насколько близко эта война подошла к нам. Бен-Гурион привел евреев к единству. Он родился в Польше. Его звали Давид Гурион. Еще подростком он принимал участие в сионистских молодежных группах. Он начал активно писать о сионизме. Кстати, хочется добавить о его письменных работах. Эти три человека использовали свои письменные труды, чтобы вдохновить людей. Герцель, Бен-Гурион, Бен-Гурион, все они были писателями. Они знали, нужно писать, чтобы возвратить людям их видение. Мы это знаем из книги пророка Аввакума. Бог говорит, запиши видение, чтобы читающий легко мог прочитать. Я хочу ободрить вас, научиться хорошо писать. Это жаль осознавать, но многие верующие пишут очень плохо. Для письма необходимо время. Творческие способности. А также позволять другим читать и критиковать ваши работы. Наши писатели должны быть совершенными. Поэтому начните писать. Таким образом вы сможете оказывать влияние на других людей. Вот что делал Бен-Гурион. Он также боролся против британской армии. Чтобы освободить Палестину. И завоевать эту территорию для евреев. Он был чрезвычайно заинтересован в коллективизме работников. Бен-Гурион был социалистом. Он понимал необходимость создания общества на основании труда. Также он верил в концепцию Кибут-Цим. Кибут-Цим, коллективное общество раннего Израиля. Поэтому он проводил организованные мероприятия. Был арестован турками. И некоторое время он находился за пределами Израиля. Он путешествовал и собирал необходимые средства. Он читал книги. Он писал книги. И снова путешествовал. Работал, проводил организованные мероприятия. Учил. Всем своим сердцем он верил, что должен основать современный Израиль. Он видел необходимость в экономической структуре. Необходимость в армии. И на протяжении десятилетий он работал в этом направлении. Прошло более 30 лет с тех пор, как он впервые приехал в Израиль и основал государство. И он стал отцом новообразовавшегося государства. Я был возле последнего дома Бен-Гуриона в Иудейской пустыне, на его могиле. Также на том месте есть музей, в котором снимали некоторые фильмы. Кибуц, который он основал, называется Цдей Букэо. Букэо на иврите означает ковбой. Поэтому это звучит забавно. Бен-Гурион в конце своей жизни основал место, которое называется поле ковбоя. Ему нравилось работать своими руками. Большинство премьер-министров после отставки живут в больших домах. Нанимают личного водителя. Слух. Хорошие доходы. Пенсия. Этот человек жил так скромно. Он работал на поле с остальными кибуцниками. Если вы посетите его дом, то увидите, что он просто крошечный. Но его библиотека была очень большой. Я расскажу вам несколько интересных фактов о его библиотеке. В своем завещании Бен-Гурион написал, «Ничего не передвигайте после моей смерти». И все так же на столе лежат стопки книг, как и в день его смерти. Я заметил две очень интересные книги на его столе. Название одной из них – «Последняя великая планета Земля». Не знаю, переведена ли эта книга на ваш язык, но в 70-е годы в Штатах она была очень популярна. Это книга о книге Откровения Иоанна. И написана она с точки зрения Нового Завета. Вот, что Бен-Гурион читал в последние дни своей жизни. У него была такая громадная библиотека с всевозможными книгами по еврейской и мировой истории. Философская литература. На нескольких языках. И вот, на его столе лежит книга о библейской книге Откровения из Нового Завета. О, это странная Библия. Ну, вы знаете, обычно в нормальной еврейской Библии нет Нового Завета. Но на его столе была копия Библии, которая включала в себя Новый Завет. Очень интересно. Бен-Гурион был великим мужем, великим первопроходцем, великим борцом, замечательным человеком, очень посвященным. И он проложил путь израильскому народу. Я очень многим должен ему. Я очень восхищаюсь. Я восхищаюсь всеми пионерами. Я верю, Бог требует, чтобы у нас был такой же Дух. Мне нравится читать книги о первопроходцах Сиона, так же, как об Иисусе Навине и Халеве. Я думаю, что у них был такой же пионерский Дух. Я верю, что Бог вдохновил поколение Бен-Гуриона и Герцеля. Принято считать, что было пять Алиот, или пять волн Алии в наше время. Давайте сделаем краткий обзор, чтобы у вас было общее представление. А затем я поделюсь личным опытом Алии. Первая волна Алии была в период с 1882 по 1903 годы, когда из Восточной Европы эмигрировало примерно 25 тысяч евреев. Они были первыми. Помните, как я упомянул движение Билу, которое возникло в то время? Эти евреи в основном приезжали на фермы. Вторая волна Алии в период с 1904 по 1914 годы, которая положила основание более позднему рабочему движению Израиля. Они также были пионерами в Восточной Европе. В это время была сформирована милиция. Название Хаш-Омер – Сторожевая Организация, потому что Хаш-Омер означает «страж». В то время арабские мародеры нападали на еврейские поселения. Несмотря на это, евреи законно скупали земли. Также был еще один факт. Еврейские поселенцы болели малярией. И многие умирали от болезни. Так как им приходилось осушать болото для постройки ферм. Для основания государства Израиля многим пионерам приходилось платить своей жизнью. Вот почему я показал вам тех солдат, которые погибли в битве. Али-Я обходится очень дорого. И так было всегда. Третья волна Али-Я – с 1919 по 1923 годы. Сразу же после Первой мировой войны. Эти люди продолжали основывать Кибуцим и Мошавим. В третьей волне эмигрировало 35 тысяч евреев. В это же время в Европе еврейская молодежь готовится к Али-Я. Это очень интересно. Я часто думал об этом. Может быть, нам следует сделать что-то подобное. Они даже основали лагеря для обучения тем навыкам, которые пригодятся в Израиле. Также поймите, что большинство из них были совсем молодыми, как и большинство из вас. Они не умели строить дома, осушать болота, стрелять из винтовки. Поэтому были организованы такие лагеря обучения в еврейских общинах Европы. Когда вы приедете в Израиль и посетите музей-гетто, о котором я вам говорил, где просто удивительные экспонаты еврейского молодежного движения в Европе, которые готовились к Али-Я. Еще приблизительно 67 тысяч евреев приехало в период с 1924 по 1928 годы. Тогда впервые эмигрировали евреи среднего класса. Многие из них были из Польши. Они больше поселялись в городах, а не в деревнях. Сооружая дома и небольшие фабрики. Затем во второй половине 20-х годов наступил кризис безработицы. Во время пятой волны Алии в 1929-1939 годах приехало около 250 тысяч евреев. Не трудно догадаться, почему их количество так стремительно увеличилось. Именно в это время росло влияние нацизма. Конечно, многим евреям не удалось уехать. Многие из них не осознавали всю глубину угрозы нацизма. И это связано со стихом, который мы читали вчера в Иеремии 16. Где Бог говорит, я пошлю рыболовов и охотников, чтобы возвратить нас домой из рассеяния. Это важно исследовать этот вопрос Алии. Почему у тебя все еще есть возможность уехать из своей страны? Я знаю, что этот курс разошлют в разные народы. И многие должны услышать эти слова. Многие ожидали слишком долго. Они не могли забрать свое имущество с собой. И уезжали с пустыми руками. Если у вас есть что-то из имущества, это большая помощь на новом месте. Или же их поймали, и им вообще не удалось уехать. Бог сейчас дает вам возможность услышать это. Когда у вас все еще есть возможность взять с собой имущество и финансы за пределы страны, где вы сейчас живете. Многие из них были беженцами из нацистской Германии. Благодаря своим навыкам и умениям они сделали большой вклад в Израиль. Затем Британия издала Белое письмо в 1939 году. Англичане решили ограничить иммиграцию евреев в Израиль. Назначив определенную квоту въезда евреев в Израиль. Это было ужасное преступление. Так как в то время, когда евреи в наибольшей мере нуждались в убежище, Израиль был для них закрыт. Алия была во время и после Второй мировой войны. В сороковых годах приехало около ста тысяч евреев. Иногда люди говорят, что это было шестой или седьмой алиот. Но есть еще одна выдающаяся история о героизме. С 1934 по 1948 год около ста пятнадцати тысяч евреев возвратились в Израиль. Несмотря на закон Британии, препятствующий иммиграции евреев, Они приплывали на лодках. Кораблях и лодках всевозможных размеров. В это время появилась известная история о корабле «Эксидус». Но почти половина из этих людей были пойманы англичанами. И они были закрыты в лагере на острове Кипр. Евреи все так же находились на острове после окончания Холокоста. Мне даже трудно себе такое представить. Шесть миллионов евреев были уничтожены в Европе. А именно семьи этих людей, которые были заключены на Кипре. Вы знаете, насколько близко Кипр к Израилю? Он очень близко. Приблизительно 110 милей, это где-то 225 километров. Можно сказать, соседняя дверь. Но они не могли попасть туда до тех пор, пока Израиль стал одним государством. Кстати, есть еще один музей, посвященный памяти нелегальной эмиграции. Который находится в нашем городе, в Хайфе. Приезжайте и посетите его. Я верю, что это вдохновит вас. И поэтому эти корабли продолжали приплывать. Повсюду молодые мужчины и женщины собирались в группы. Они работали, жертвовали. Спасали евреям жизнь. Они продолжали путь. Вот, что нужно в наши дни. Израиль приобрел независимость в 1948 году. И в 1950 году был издан закон о возвращении. Который гарантировал каждому еврею право возвращения в качестве Оле, иммигранта. Вслед за чем последовала массовая Алия. За три года в Израиль возвратились почти 700 тысяч евреев. Можете себе представить, что это создало своеобразное напряжение в молодом государстве. Я разговаривал с теми людьми, чьи семьи приехали в то время, первой половине 50-х годов. Многие из них жили в лагерях, которые назывались Ма-Абавот. Это были палаточные лагеря. И зимой, и летом. Летом там парило. А зимой холод, сырость и грязь. Но эти люди приехали из разных местностей. Из Йемена, Нигерии. Из Египта. Из Ирака. Ирана. Особенно из Северной Африки. А также из Европы. Все выжившие собрались вместе. Поэтому Алиот продолжался в 50-х и 60-х годах. Интересно, что не так много евреев приехали из Западной Европы, из Западного полушария, Северной и Южной Америки. До 1967 года. А что же случилось тогда? Шестидневная война. И это вдохновило евреев из более богатых стран. У меня есть несколько друзей из Америки, которые эмигрировали в Израиль в те годы. Советские евреи, приехавшие в 70-х годах, были вдохновлены шестидневной войной. Кстати, это стало началом русской Алии 70-х годов. Было небольшое окно, когда советское правительство позволило евреям эмигрировать в Израиль. Но наиболее впечатлительное возвращение было, начиная с 1989 года и до наших дней. Это стало социальной революцией в Израиле. То, что я видел своими глазами. Потому что я приехал в 1992, пару лет спустя после начала Алии из России. Все мои студенты в языковой школе Ульпан были русскоговорящие евреи. Более одного миллиона евреев и членов еврейских семей приехали из бывшего Советского Союза в течение 12 лет. В стране на начало их приезда было около 4 миллионов евреев. И это стало социальной революцией. Не без своих трудностей. Потому что по прибытии новой группы эмигрантов, предыдущие эмигранты отвергали и оказывают давление на новичков. Это естественный порядок. В этой Алии также было много хорошего. Так как она влила новую жизнь в страну. Новую экономическую жизнь. До Энтифады Израиль переживал экономический бум. Множество сфер страны прогрессировали. Но эмиграция также привела к социальным проблемам. Когда эмигранты не могут ассимилироваться, то это создает кризис, личный кризис. Интересно, что евреи из бывшего Советского Союза духовно наиболее открыты. Это принесло революцию в мессианские общины. Более половины всех верующих в Израиле приехали из бывшего Советского Союза. Наша первая община на 70% состоит из русскоговорящих евреев. А дочерняя община в Хайфе на 100%. В самых сильных общинах страны сохраняется такое же процентное соотношение. И я говорю о общинах, в которых используется еврит. Наши общины говорят на еврите. И на нашем служении используются только евриты. И большинство людей в этих общинах это эмигранты из бывшего Советского Союза. Потому что их сердца были открыты к принятию Ишуа. Вот чего желает Бог. Он хочет вернуть евреев в Израиль. И в то же время должно быть духовное пробуждение. Как наш народ сможет узнать о Мессии, если мессианские евреи не возвратятся в Израиль? Это очень важно для Бога. И когда я осознал это, как через тихий, неслышный голос, я почувствовал, что Бог что-то мне говорит. Это судьба. Когда-то ты будешь жить в Израиле. Я переселю тебя в Израиль. С тех пор я поверил этому. И у меня есть еще та тетрадь, где я записал эти слова. Я принял это. Это взволновало меня. Я не знал, каким образом это воплотится в жизнь. Но я верил. И знал, что Господь сказал мне эти слова. Вначале через Своё Слово, а потом через Его Дух. С детства я рос ассимилированным евреем. Вы знаете, что я имею в виду. Еврей, который даже не знает, что такое маца. Мне стыдно об этом говорить. Но я не думаю, что когда-либо я видел мацу дома. Но книги о Холокосте и Израиле тронули меня до глубины души. Я вам уже рекомендовал прочитать книгу Милой 18 о Варшавском гетто. Также рекомендую к прочтению произведения «Исход». И я видел кинофильм «Нюрнбергский суд» о суде над Эйхманом. Эти ранние переживания молодого человека заинтриговали меня. Меня привлекло то, чего я даже не понимал. И Иешуа снова привел меня к моему еврейскому наследию по мере того, как я следовал за Ним. И посеял во мне это семя, желание поехать в Израиль. Несколько лет после этого, в 1981 году, мы переехали в округ Вашингтона и стали частью мессианской синагоги под руководством Данила Джастера. Мы радикально изменили наш образ жизни. И теперь мы жили как евреи, которые следуют за Иешуа. Я начал изучать иврит. Хочу сказать еще раз, иврит весьма важен. И я не могу недооценить его. И даже если я не могу свободно говорить на иврите, просто пару вечеров я ходил в центре еврейской общины. Это посеяло что-то внутри меня. И взрыхлило почву внутри. Я всегда был подготовлен. Возлюбленные, подготовка очень важна. Пожалуйста, не думайте, что можете просто так перепрыгнуть в Израиль. Если первопроходцы сионизма подготавливались, то почему мы не должны готовиться? Настолько ли мы романтичны или харизматичны, что нам подготовка не нужна? Это глупость. Это не по-библейски. Иешуа говорил о подсчете издержек. Мы должны быть практичными. Практичность и духовность не противоречат друг другу. Поэтому я продолжал изучать иврит, а также общаться с израильтянами. На конференциях я всегда подходил и общался с мессианскими евреями. Я представлял себя. Я познакомился с Шира и Ашира Сокура, Дэвид и Марта Штерн, Йосиф Шулам и с Виктором Смаджитом. И затем один из моих духовных отцов, Элиезер Урбах, Которому удалось спасти бегством из Польши во время Холокоста. Оказавшись в Израиле, он женился. Но во время трудностей в 1950-х годах он уехал из Израиля и приехал в Бразилию, где он нашел Иешуа как своего мессию. Он и его жена Сара потом снова вернулись в Израиль. Позже в Штатах, где я встречался с ним. Он учил нас о том, как быть евреем. И он же поощрял нас совершать Алию. Я люблю этого человека. Это все мессианские пионеры. И мы должны следовать по их следам. Познакомьтесь с некоторыми израильтянами. Сделайте исследование. Тогда не было, но в наше время есть интернет. Вы можете узнать многое о служении в Израиле и израильских верующих. Также я поощряю вас посетить Израиль. Так же, как и я в 1987 году. У меня, наконец, была возможность посетить Израиль десять лет после того, как Бог впервые проговорил ко мне. Кони и я проехались по всей стране. И первое в посещении Израиля оставляет приятное впечатление. Мы также должны знакомиться с израильскими верующими. Выделите время, чтобы встретиться с некоторыми из моих братьев и сестер в Израиле. Задайте им вопросы. Узнайте, что поможет вам. Мы хотим, чтобы еще больше еврейских верующих приезжали в Израиль. Поэтому мы открыты к помощи. Это очень важно. Это было очень важно для меня. В 1980-1988 году я приехал в Израиль вместе со своей дочерью. Ей было 14. Для обоих из нас это была очень важная поездка. Только я и она. Ведь подросткам необходимо знать, что есть и другие подростки в Израиле. Берите с собой детей. Если это возможно, то возьмите с собой всех своих детей. Потому что для них это грандиозное событие поехать куда-то. Дети любят своих друзей. Уехать из дома, из своей страны, это драматическое событие для них. Вы должны помочь им в этой поездке. Пусть они встретятся с детьми и молодежью в Израиле. В 1988-м моя дочь Хана прошла через то же. А теперь она молодая мама. Вышла замуж за молодого эфиопского принца еврея. Это я его так называю. Формально он не из королевской семьи. Но как принц смотрит и заботится о себе. Для меня он принц, потому что он женился на моей дочери, не правда ли? Он проходит обучение и будет лидером общины. После возвращения в Штаты, некоторое время спустя Бог дал мне волнующее видение, которое тоже стало частью процесса моей подготовки. Я хочу вам рассказать, когда это было видение. Видение было во время молитвы. Возлюбленные, нам нужно молиться. Мы должны молиться об Израиле. Мы должны спрашивать Бога, что Он приготовил для нас там. Мы должны молиться о других эмигрантах. Когда я молился о возвращении советских евреев, у меня было такое видение. Я увидел оазис в пустыне с пальмами и подымающимися от земли потоками горячего воздуха. Там были шатры из парусины. Что-то вроде места в древности, где останавливались караваны путешественников. Одна фраза прозвучала в моем сердце. Шатры милосердия. Что-то в этом оазисе напоминало о шатрах милосердия. И вдруг внутри я был наполнен Божьей милостью, как какой-то сверхъестественный залог. Во время молитвы я видел, как они возвращались. Я видел, что с собой у них было совсем мало имущества. Некоторые из них были стары и больны. Возвращались в Израиль, чтобы начать новую жизнь. И я почувствовал, как Бог сказал, у этих людей будет много нужд. И я хочу, чтобы ты стал основателем места помощи им. Оазисом. Шатры милосердия. Чтобы дать им еду, одежду, оказывать медицинскую помощь. Помочь им основаться в их новой старой земле. И я знал, что Бог был автором этого видения. Он наполнил меня верой. И я понял, что мне не следует ни с кем говорить об этом. Что я и делал в течение пяти лет. Я даже не помню, сказал ли я об этом моей жене. Я почувствовал страх Божий. Потому что это будет его работа, не моя. Пять лет спустя, я оказался на горе Кармил, где было очень маленькое молитвенное собрание. И у меня была возможность говорить об эмигрантах. Это были люди из моего видения. Их я встретил в Ульпане. Некоторые из них теперь мои хорошие друзья, русскоговорящие и верующие в Иешуа евреи. И пока я готовился к этому предмету, Бог дал мне стих из Иеремии 30 главы, который мы читали на первой лекции. Иеремия 30, 18. Я никогда раньше не замечал его в Библии. Я был шокирован, когда я прочитал его. Так говорит Господь. Вот, возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую. Я был удивлен. Вот в этом одном стихе я услышал название «Шатры милосердия». В контексте возвращения евреев в Израиль и их потребности в милосердии. Потому что предыдущие стихи говорят о страданиях и раны наши неисцелимы. Поэтому, начиная с того времени, Бог начал воплощать видение. В 1991 мы подали заявление на гражданство. Мы подали заявление уже находясь в стране. О некоторых из этих практических аспектов мы поговорим на следующей лекции. Но мы начали процесс впитывания. Это слово на иврите «клита». В Израиле обычно говорят «впитаться в страну». Это процесс, через который должен пройти каждый эмигрант. Он немного странный. Как если бы вам понадобилось возвратиться в ваше детство. А особенно для детей, которые выросли раньше времени. Мы прилетели 12 ноября 1992 года. Я говорил об этом опыте еще в начале нашего курса. Побуждение возвратиться домой после многих столетий. И у нас было большое преимущество. Это полноценная поддержка нашей общины в Штатах. У нас была финансовая, молитвенная и поддержка лидеров общины. Я особо хочу подчеркнуть это. Я верю, что это жизненно важно. Очень важно искать и получить благословение на возвращение в Израиль. И установить постоянную коммуникацию. Чтобы получить поддержку в новой стране. А также помогать другим в диаспоре. Вот во что я верю в отношении мессианского иудаизма. Если у мессианского иудаизма диаспоры не будет никакой связи с Израилем. Тогда от него будет сохраняться тенденция выйти из равновесия. Я не верю, что иудаизм диаспоры должен сосредоточиться только на мессианском иудаизме. Мы можем взять много хорошего. Праздники. Отождествить себя со всем еврейским обществом. Где бы мы ни жили. Но Израиль поможет нам остаться здоровыми и простыми. Я верю, что Он поможет нам возвратиться к более раннему завету. Возвратиться к нашим истинным корням. Корням веры, основанной в земле израильской. Я хотел бы порекомендовать вам к прочтению пару книг об эмиграции. Одна под названием «Шок акклиматизации». И она поможет вам понять эту концепцию. Или же по-другому название книги звучит «Амортизатор акклиматизации». Это амортизатор машины, смягчающей все удары. Поэтому это юмор «Как амортизировать шок Алии». Это хорошая книга. Есть еще одна «Пересечение границ». Где сравнивается американская и израильская культура. Это не свойственно для евреев из Восточной Европы, Африки или Центральной Азии. Но для Северной и Южной Америки, а также для Западной Европы эта книга будет полезна. «Пересечение границ». Вскоре после того, как мы приехали в Израиль, Бог благословил нас четвертым ребенком. Сигал родился в феврале 1993 года. Может быть, вы не совсем можете взять это под свой контроль. Но вы научитесь многому, если вы возьмете своих маленьких детей или же у вас родятся еще дети, как только вы приедете в Израиль. Как только мы приехали в Израиль, с нашими двумя младшими детьми мы проходили сквозь образовательный процесс. Я не могу достаточно объяснить, какую роль родитель играет в качестве учителя. Я сам часто не мог понять, что происходило. И очень часто я разочаровывался. Но также это мотивировало к изучению языка. В принципе, я хожу на все встречи, чтобы учить еврит. Наконец-то, спустя 12 лет, я понимаю, что они хотели мне сказать. По-любому, мы провели очень много времени в Ульпане, изучая язык. Я снова подчеркну это. В списке приоритетов язык должен быть на первом месте. Вы должны сейчас учить язык. Многие люди не понимают еврит. И они не могут нормально функционировать в обществе. Выжить могут, но не функционировать. Поэтому запечатайте это в своем сердце. Мы связаны с нашей старой, новой страной. Пройдя сквозь все трудности всей семьей. Алия приносит наибольший стресс для семьи. Стройте ваши взаимоотношения с Богом до Алии. Так как вы будете испытаны до основания. Я расскажу вам одну историю о таком испытании. В одну ночь, к тому времени мы жили в Израиле не более одного года. У меня возникло странное чувство опасности. Знаете, о чем я говорю? Я чувствовал себя неспокойно. Я чувствовал себя глупым и некомпетентным. Я чувствовал беспомощность и безнадежность. Я чувствовал себя слабым и маленьким. Как будто у меня нет успеха. Я был мессианским лидером общины в Соединенных Штатах. Я вырос в Штатах и знал язык. Людям иногда даже нравилось слушать меня. И они приглашали меня проповедовать. А здесь я даже не мог поддержать беседу с пятилетним ребенком. Поэтому я пошел навстречу верующих. Наконец добрался туда. Я боролся с Богом. Бог, что ты делаешь со мной? Я чувствую себя ужасно. Я просто был сокрушен внутри. И в ту минуту, когда я сказал сокрушен, Бог показал мне картину. Во время хиппи, когда мы жили в горах, мы насыпали пшеницу в жернова и сами мололи муку. Вы не видели. Это старинный способ. До сегодня я помню, как молоть пшеницу. Металлические пластины проталкивают зерна пшеницы и размалывают их. И я понял, что Алия раздавила меня. И я размышлял об этом. Таковы были мои чувства. Господь, почему ты размалываешь меня в порошок? Это совсем не смешно. И затем Он показал мне, для чего используется мука. Этот порошок мы называем мукой. Пшеничная мука. Очень многое можно сделать из муки. Вы можете испечь хлеб и тортильи, пироги и печенье, выпечку, панадос, всевозможные виды хлеба. Но если пшеница не размолота, из нее ничего нельзя будет сделать. Бог показал мне, что в сокрушении есть цель. Вот что я могу сказать об Алии. И, может быть, вы это знаете. Тогда вы не сможете приехать в Израиль и сказать, «Эйтан, почему ты не сказал мне?» Помните весь соглядатаев? Они не лгали. Они сказали, «Да, там большие города и великаны живут там. Но Бог обещал эту землю нам. Он может помочь нам. Поэтому может быть множество применений. А также великое исполнение того видения, которое дал мне Бог. Ведь мы смогли основать служение шитры милосердия. Мы арендовали небольшой склад в бедной местности возле железнодорожных контейнеров. И мы начали проводить служения в декабре 1995 года, где мы проповедовали на иврите, пели на иврите, даже если я не знал языка. Я все еще его не знаю так хорошо. Как я говорил, Богу нравится использовать слабое и глупое. И два года спустя среди ночи раздался телефонный звонок. Эйтан. Магазин горит. И я тотчас побежал к нашей маленькой синагоге, которая находилась в складском помещении. Также был центр по распределению гуманитарной помощи. Ведь мы стремились следовать видению, которое Бог дал нам. Это было очень маленькое место. Очень маленький масштаб. Очень маленькое место. Но кто-то бросил в него зажигательную бомбу. Они бросили на здание фосфорную бомбу. Прямо на здание. И к тому времени, как я добрался туда, был огромный пожар, который пожарники пытались затушить. Было 2 часа ночи. Но люди собирались на обочине и наблюдали за происходящим. Взрывы разбудили их. Я вбежал. И мой партнер и коллега вручил мне свиток Торы и сказал, «Унеси его отсюда». Я понес свиток к машине. И слышал, как остальные смеялись над нами. Такое странное чувство. Помню, как я сидел в полицейской машине и давал показания о нашей синагоге. Полиция спрашивала меня, почему кто-то так с вами поступил. Полицейский знал, что это не было случайностью. Пожар не мог возникнуть сам по себе. Бомбы поместили в нашем офисе. И поэтому я рассказал полицейскому о нашей вере в Ишуа. И мы взяли один урок из этого случая с бомбой. За пионерство нужно платить. Но это также и привилегия страдать за Евангелие. Также я понял, то, что враг планирует совершить во зло, Бог обращает на добро. Потому что меньше, чем через 90 дней, я подписывал контракт на новое здание. И уже через 6 месяцев мы проводили наши служения в этом новом здании. Бог излил свое благословение как результат этого гонения. И если бы мне была предоставлена магическая возможность возвратиться в прошлое и предотвратить это событие с бомбой, я бы этого не сделал. Ведь это также часть цены нашего пионерства. Нам нужно считать затраты. Но все же это славное призвание. И оно стоит того, независимо от цены, которую необходимо уплатить. Мы следуем по стопам пионеров первого столетия, которые в день Шавуот приняли силу Духа Святого, чтобы стать пионерами нового движения и понести весть о Мессии Израилю и по всему миру. И эта весть обошла весь мир. И по этой причине мы должны вернуться в Израиль. Потому что царь не возвратится, пока весть о спасении не прозвучит в его собственной стране. Настало время. Настало время возвращаться Ишуа в его собственный народ. Он зовет нас. Он подготовит нас. Он даст нам смелость и веру. Он вдохновит других поддерживать и молиться у нас. Придите и взойдем на гору Господня. Давайте будем следовать по стопам Иисуса Навина и Халева. Давайте будем смотреть на обетованную землю, как Божие обетования. Давайте следовать по стопам Герцеля, Бен-Ягуды и Бен-Гуриона. Придите и взойдем. Я люблю вас. Аминь. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ